Скуполь платит дважды. Местные предприниматели стали жертвами интернет-мошенников. Бизнесмены перевели сомнительной компанией сотни тысяч рублей за товар, которого нет. Президенту и принцессе отказали в регистрации. Партию добрых дел, в которой значатся необычные должности, не допустили до выборов. Расскажем почему. Голос оленевода о региональной избирком готовится к досрочным выборам. В этом году в компании не участвуют нефтяники. Первый раз в новый класс. В округе стартовала приемка образовательных учреждений в преддверии учебного года, где ремонты продолжаются, а где уже все готово. На краю земли в Канинской тундре открылся кочевой детский сад. Для юных оленеводов подготовили специальную образовательную программу «Репортаж с места событий». Чистые берега в Наринмаре продолжают приводить в порядок реки и озера. Предварительные итоги федеральной экологической акции. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. С главными событиями вторника в студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Сразу четыре индивидуальных предпринимателя из Ненинского округа стали жертвами мошенников. Аферисты работали во всемирной паутине. Они разместили в интернете объявление, что якобы их организация занимается продажей и поставкой сахарного песка по низкой стоимости. Ждать первых клиентов долго не пришлось. Так, один из местных бизнесменов посчитал, условия сделки вполне выгодные и заказал у преступников крупную партию товара. Съязавшись с представителем организации и обсудив условия сделки, он заключил договор о поставке 10 тонн сахара на сумму свыше 260 тысяч рублей. Но данная организация договорные обязательства не исполнила и денежные средства не вернула. Предприниматель, поняв, что он стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Напомню, всего договора на поставку сахарного песка с интернет-мошенниками заключили четверо предпринимателей, трое – жители населенных пунктов региона. Никто из них товар так и не получил, и это несмотря на полную предоплату. Управление МВД сообщили, по данным фактам уже возбуждены уголовные дела. Правоохранители сейчас выясняют личности аферистов. Региональная избирательная комиссия отказала в регистрации на выборах собрания депутатов партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров против насилия над животными. Причин сразу несколько. Первое – сторонниками так называемого избирательного объединения не соблюдены требования к выдвижению списка кандидатов. Решение принято неуполномоченным органом. Еще один мотив, на основании которого партия отказана в регистрации – некорректное наименование подписных листов. В связи с этим все подписи, а их 187, признаны недействительными. Добавлю, партия добрых дел в едином избирательном округе выдвигала 15 сторонников. В основном это представители недавно созданной в регионе семейно-родовой общины «Лимбия», что в переводе с Ненецкого «Орел». Впрочем, внимание членов избиркома тогда привлекло другое, весьма странные должности кандидатов. Здесь и президент, и принцесса, есть даже мировой рекордсмен в области терпения и выносливости. И вот как это прокомментировал уполномоченный представитель партии. Ну, как мне объяснил председатель партии, то есть должность президента партии, то, что он в праве сам назначать эти должности, вот, это нигде не оговорено, как он, ну, имеется в виду в законе. Поэтому он решил именно подчеркнуть, вот, имеется в виду Хлебникова Брюса, да, то, что он там занимается восточными единоборствами, специально такой фамилии, имя ему дали, что он в праве назначить ему такую должность. Президентом добрых дел значился некий Андрей Кириллов из Москвы. В 98-м мужчину осудили по статье мошенничества. Несмотря на его прошлое, в целом сомнительность ситуации с должностями сторонников, избирком в начале июля все же принял документы. Специалисты потом подтвердили, они в полном порядке. Впрочем, в минувшую субботу организаторы предстоящих выборов отказали с сомнительной партии в регистрации. И еще о предстоящих выборах. Региональный избирком готовится к проведению досрочного голосования в оленеводческих бригадах. Оно стартует уже 19 августа и продлится до 8 сентября. В отдаленные населенные пункты округа и в Нинецкие общины представители 13 участковых избирательных комиссий традиционно будут добираться на вертолетах. При этом каждой из утвержденных комиссий разрешено использовать только по одному переносному ящику. Например, телевесочный УИК поедет в Устье, Неские, в деревню Мгла и общину Канин, где планируется охватить голосованием около 90 оленеводов. Красновская в деревне Осколково и Черное и в бригады СПК Харп и Ерф. А вот на остров Колгуев авиарейса с членами избиркома и наблюдателями, скорее всего, не будет. В сентябре местные кочевники, как правило, находятся неподалеку от Бугрино, а значит, смогут сами прийти на избирательный участок поселка. Контроль за проведением выборов возложен на территориальную избирательную комиссию Заполярного района. Напомню, на мартовских президентских выборах на труднодоступных и удаленных территориях досрочно проголосовали 6 тысяч человек. Но среди них было лишь 220 оленеводов и чумработниц. Подавляющая же часть – работники нефтепромыслов. На этот раз вертолеты на месторождения не полетят, поскольку предстоящая компания не федеральная, а региональная. Тогда как жителей региона среди нефтяников совсем немного. К другим темам в регионе стартовала кампания по приему образовательных учреждений к новому учебному году. В настоящее время к 1 сентября полностью готовы спорткомплексы «Норд» и «Лидер», а также детские сады «Гнездышко», «Росток» и «Ромашка». А вот «Аннушке» и «Семицветику» осталось пройти только проверку пожарной инспекции. Остальные заведения находятся на более ранних стадиях подготовки. Согласно графику специальной комиссии предстоит осмотреть еще порядка 50 образовательных учреждений округа. «Всего в этом году мы предусмотрели беспрецедентное количество средств. Это 120 миллионов рублей. И у нас есть деньги на текущий косметический ремонт для всех образовательных организаций. Там сейчас везде выполняются ремонты. Кроме этого, мы капитально ремонтируем детский сад в поселке Красное. На прошлой неделе там были, там ведутся очень масштабные работы. То есть вся внутренняя начинка здания будет обновлена. Кроме этого, у нас идет ремонт внутренней системы отопления в детском саду «Умка». Капитально мы отремонтировали в этом году кровлю в детском саду «Семицветик». Там были проблемы, крыша протекала. И у нас ведется капитальный ремонт внутренней системы теплоснабжения в здании школы номер 2. Кроме того, в этом году на создание в образовательных учреждениях доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья из бюджета региона дополнительно выделено 17 миллионов рублей. Специальные пандусы и конструкции в ближайшее время появятся в аграрно-экономическом техникуме и в трех городских школах, в частности, имени Прерки. Все необходимое оборудование уже закуплено и частично установлено. Размещены возле каждого кабинета таблички указателей. На входе в школу также размещена таблица указательная с шифтом браэля. В школе будет установлен стенд информационный, который позволит найти любую информацию как для слышащих, так и для слабовидящих людей, которые попадают на территорию школы. И получить необходимую информацию. Также будут продолжены работы по ремонту. Как отметили в профильном департаменте, кампания по приему образовательных учреждений продлится до 17 августа. Исключение составит детский сад в поселке Красное. Там капитальный ремонт завершится лишь в октябре. В Канинской тундре тем временем заработал свой кочевой детский сад. Необычный экспресс-курс по подготовке к школе юные кочевники будут проходить целый месяц, а главное – без отрыва от родителей. За это время воспитанников обучат начальным навыкам письма, счету и грамоте. Ребятам предстоит работать не только с прописями, но и с планшетами. Их специально для проекта закупили нефтяники. Об особенностях кочевого детского сада расскажет Алина Ваучийская. Поймай оленя в Канинской тундре – любимая детская игра. Маленькие кочевники ловко закидывают на своих сверстников тензей. Так в этих краях называется веревка. Здесь нет победителей и проигравших. Таким образом малыши приобретают необходимые для оленевода навыки для ловли рогатых животных. Этот борт здесь ждут каждый год. Виндокрылая машина – единственная возможность добраться в Канинскую тундру. На вертолете привозят медикаменты, продукты, посылки от родных и, конечно, подарки. Ведь в августе здесь отмечается главный праздник кочевников – День оленя. Спецрейсом сюда прилетел воспитатель кочевого детского сада. Андрей Латышев сам вырос в Канинской тундре и знает не понаслышке – дети кочевников нуждаются в особом внимании со стороны педагога. Заниматься с ребятами Андрей будет по специальной обучающей программе. Ее разработали сотрудники Ненецкого центра развития и образования. Мы накачали электронную азбуку. Дети там нажимают определенной кнопкой, у них выскакивают слова. Азбука им выдает слова. И также электронная математика. А вот сейчас нам привезли планшеты, ноутбуки. И для современных детей это неожиданно. Более цивилизация развита. И тут тоже они должны как-то развиваться с современным миром. Я птичку найду, я птичку найду. Малыши с интересом и восторгом разглядывают диковинную технику. И пусть не с первого раза, но детские пальчики все же осваивают планшетный компьютер. Удивительны для маленьких кочевников даже звуки домашних животных. Ведь в тундре они привыкли видеть только олени и птиц. Лошадь. КОЧЕВОЙ ДЕТСКИЙ САД Кочевой детский сад для юных жителей тундры заработал еще в 2016-м. В этом году исполнить мечту маленьких тундровиков и вновь открыть мобильное образовательное учреждение удалось совместными усилиями региональной администрации, компанией «Зарубежневь добыча Харьяга» и партнерами по Харьягинскому СРП. В первую очередь, как мы, так и администрация стараемся уделить внимание тем направлениям, которые непосредственно связаны с развитием населения региона. Ну и получается, что начинается все с детей, с образования детей. И вот один из проектов, который мы решили поддержать, это Кочевой детский сад. Он интересен в первую очередь, потому что это возможность уравнять, так скажем, образовательные возможности для всех жителей региона, в том числе для детей, которые находятся сейчас в тундре. Помимо электронной техники, малышам привезли инвентарь для развития мелкой моторики. Конструкторы лего, альбомы, краски, карандаши и пластилин. И пока дети заняты творчеством, их родители могут спокойно заниматься хозяйством. Чум работница Алена Ванютак, чего мы детскому саду очень рада. Говорит, теперь ее сыну первый класс точно не страшен. Дети-то и в самом деле не подготовленные в школу идут. Самые инвентарные цвета хотя бы они разбирают. У меня он ребенку три года, он теперь знает, какие цвета у них есть. А так мы, например, когда маленькие были, нас этому не учили. Специальный экспресс-курс по подготовке к школе маленькие кочевники будут проходить целый месяц. За это время их обучат начальным навыкам письма, счету и грамоте. Но ограничивать свободное время малышей будут в пределах разумного. Ведь тундровые дети не привыкли к жестким рамкам. Они также будут резвиться на солнышке и играть в свою любимую игру «Поймай оленя». Алина Ваучейская, Алексей Нестеров, телеканал «Север», Канинская тундра, Ненецкий автономный округ. Идем далее. Центр природопользования охраны окружающей среды подвел предварительные итоги федеральной экологической акции. За июль участники проекта очистили 6 километров береговой линии различных водоемов. В этом году так называемый экологический десант сформирован из активистов в возрасте от 14 до 60 лет. Это коллективы предприятий, местные жители окружных сел, школьники из летних лагерей и студенты. В общей сложности более ста человек. Фронт работ оказался внушительным. Мусор убирали на территориях Качгартинской и Хармановской Курии, озерах Банна и Захребетная. Между тем, силами местного населения привели в порядок берег реки Адзьва, сообщили в учреждении. Добавлю, акция в регионе продлится до 1 октября. Тогда же ведомстве и подведут окончательные итоги. Буквально вчера еще здесь не было банок, бутылок. Сегодня дни хорошие стоят, а сегодня уже снова приходится убирать. Все зависит от самого человека. Если пришел отдохнуть, понятно, что у нас не отрегулированы вопросы пляжей. Но ведь вопрос не в том, где разместить пляж и поставить дяденьку, который будет за всеми убирать. Вопрос в том, что каждый сам дом должен следить за чистотой того дома, в котором он живет. Это наш дом, это река Печора, потому что все эти стекла попадают в реку. Артик-Дог-2018. В столице региона состоится конкурс для собак и их владельцев. Он пройдет 19 августа на территории Центра арктического туризма. Командам, которые формируются из участника его питомца, предстоит показать себя в четырех этапах. Домашнее задание, интеллектуальный конкурс, полоса препятствий и красота страшная сила. Лучший коллектив будет определен по количеству набранных баллов. Победитель получит главный приз от Центра арктического туризма. Все остальные участники – памятные подарки и дипломы. Организаторы говорят, главная задача конкурса – обратить особое внимание на проблему роста количества бездомных животных в Ненинском округе. Любой желающий может зарегистрироваться через интернет, по-моему, в ВКонтакте. И нет каких-то требований, ограничений по породам. То есть любой владелец любой собаки может заявиться на конкурс и все будут участвовать вместе. Это впервые, я так понимаю, к тому же на улице еще. Да, да, да. Спасибо моим коллегам, они пришли с этой идеей, я поддержал. Простем, Новоросский, Мариан Валерьевна организует это мероприятие. Во время конкурса на территории Центра будет идти сбор помощи беспризорным питомцам. Каждый может принести для постояльцев приюта корм, наполнителя, крупы, консервы и игрушки. Итак, зарегистрироваться на участие в Арктик ДОК необходимо до 12 августа. Включительно заявки принимаются на странице Центра арктического туризма в социальной сети ВКонтакте. И в завершении выпуска «Под стук копыт белого оленя» выставка картины и предметов быта коренного народа под таким названием продолжает работать в столице региона. Это совместный проект Ненецкого краеведческого музея и Национальной галереи Республики Коми. Экспозиция открылась 2 августа непосредственно в День оленя, профессионального праздника отружеников тундры. Подробности далее. Живописные полотна, гравюры, скульптура и гобелены, а также предметы из дерева и меха. Работы, выполненные в середине прошлого столетия, расскажут посетителям не только о красоте северной природы, но и о традиционном укладе жизни ненецкого народа. Например, вот гобелены народного умельца Сергея Добрякова. Они вытканы вручную и каждый имеет свой сюжет. Очень интересный гобелен. Называется «Свадьба оленеводов», а также «Танец оленеводов». И очень красивый гобелен, который показывает именно красоту ненецкой семьи, взаимоотношения в семье, доброту, сердечность, которая называется «Зимнее солнце». Именно в этом гобелене представлено три поколения ненецкой семьи. А это знаменитая картина «Хозяин тундры» художника Дмитрия Свешникова. В 70-х годах 20 века он специально приезжал в поселок Нельминос для поиска творческих идей. Фаина Литкова, участница Ненецкого самодеятельного театра «Иллипс», хорошо помнит этот момент. И лично даже я видела, как Свешников рисовал. Тогда мы были детьми, и Сергей Круглов, когда приезжал, мы, конечно, не знали, что это именно Сергей Круглов, но они постоянно приезжали к нам за материалом, потому что там на Нельминосе очень красивые места. Ненецкий краеведческий музей не первый год сотрудничает с Национальной галереей Республики Коми. На этот раз на выставке представлено 27 произведений. Специально отобранных к году оленеводства, объявленного в Ленинском округе. «Я очень рад, что с нашим южным соседом мы поддерживаем активные связи в самых разных областях, в том числе и в области культуры. Я надеюсь, что эти связи будут только крепнуть, количество мероприятий у нас будет увеличиться». Посетить новую выставку и познакомиться с творчеством художников Республики Коми все желающие смогут до 4 октября. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова